Друзья, всем привет! Особенный привет передаю всем владельцам Toyota и тем, кто очень сильно любит эту марку. Ведь сегодня у нас на тесте будет Land Cruiser 200, 11-е поколение, рестайлинговая версия 2012 года. Глядя на этот автомобиль, мы сегодня поговорим с точки зрения вторички. Почему вторичка? Вот сегодня прийти в салон, купить машину, новый крузачок, обойдется тебе в 5,5 миллионов рублей. Соответственно, кто готов отвалить такие деньги? Есть люди, покупают, берут, но тем не менее, я думаю, их сейчас становится все меньше и меньше. А вот если обратить свой взор на вторичный рыночек, посмотреть машинки рестайлинговые, как наш, от 2012 года, то вы увидите цифры от 2 миллионов 200 тысяч рублей и выше. Все зависит, опять же, от состояния. Сегодня мы именно об этом подробно и поговорим. Автомобиль Toyota Land Cruiser действительно легендарный, и это звание он заслуживает не просто так. Вот давайте обратимся к истории. В 1951 году появилось первое поголение. Это был, знаешь, самый настоящий военный внедорожник. Все было очень мощное, было очень много железа, и, естественно, можно было запросто поставить пулемет на него и отправиться уничтожать врагов. Сегодня же версия, которая дошла до нас, естественно, гражданская, тем не менее, с очень большим запасом и потенциалом для бездорожья. Если я не ошибаюсь, в Россию первые крузаки привезли в 1998 году. Это был кузов J100, соточка. И после этого, собственно, начала выстраиваться за ними большая очередь. Но не будем размазывать кашу по тарелке, давайте посмотрим, что ты можешь получить, если обратишь свой взор на вторичку. 2,2, я думаю, собственно, сумма подъемная. Что мы получаем? Говоря про этот автомобиль, можно постоянно упоминать одно и то же слово. Мощно, огромно, агрессивно, мощно, огромно, агрессивно, то есть по кругу ходить. Огромные фары. Оптика здесь идет линзовая, ксеноновая. Есть у нас диодные ходовочки, такое, знаешь, в рестайлинге появилось. Мощные, хорошие, противотуманки, галогеновые. Смотрится реально здесь все очень мощно, так и, скажем так, надежно и внушительно. Вот за что этот автомобиль любит вообще кузов? Ну, потому что посмотреть на него, сразу думаешь, да, солидно, презентабельно. Тем не менее, есть люди, которые говорят, что, крузак, да это не то, это слишком, знаешь, дешево все. Специально для вас, для изысканной публики, есть Lexus LX 450D. Почему 450D? У нас версия дизельная, и там стоит точно такой же двигатель. И вот там будет побольше богатства, побольше премиальности. Конкретно наша версия, на самом деле, очень хорошо укомплектована. У нас есть камеры кругового обзора, 7-местный салон. Кожа в салоне, на самом деле, я удивился. Она в идеальном состоянии, исходя из того, что автомобилю уже практически 6 лет. Автомобиль был куплен в 2017 году осенью с пробегом 65 тысяч. Это честный пробег, как определились, сейчас вот чуть попозже поговорим, когда откроем капот. В автомобиле также стоит система КДСС. Что это такое? В общем, такая фишка, когда ты разгоняешься на большой скорости, она тебе помогает избегать кренов. Как вы знаете, валкий, мягкий, на большой скорости его может покачать. Вот эта система позволяет тебе увереннее входить в повороты. В тот же момент, когда вы выезжаете на бездорожье, она как бы расслабляет подвеску, расслабляет машину. То есть у тебя становится больше потенциала именно для прохождения внедорожной стихии. Но вот здесь первый минус, который значительный и существенный. Вот вы не поверите, но есть люди, которые, приходя в салон, покупая новый автомобиль за 5,5 миллионов рублей, спустя неделю, месяц, в общем, небольшой отрезок времени выходит и видит, что у них автомобиль не ровно стоит, а слегка наклонен. То есть присутствует небольшой крен. Когда начинает разбираться, выясняется то, что факт в том, что вот эта система КДСС допускает погрешность 2-3 сантиметра. То есть у тебя может машина чуть уйти, то есть выше, где-то левее просесть. О чем это говорит? На большой скорости наверняка это будет ощущаться. Да вообще в целом, ты представляешь, ты приходишь, у тебя машина как бы кривая стоит. Приезжаешь к официальному дилеру, они тебе дают официальное бюллетение, говорят, что компания Toyota признает, что это допустимое значение. То есть погрешность 2-3 сантиметра, это фигово. Представляете? Поэтому, когда смотрите автомобиль на вторичке, как минимум на это нужно обращать внимание. Не будем тратить много времени на внешний вид, все с автомобилем знакомы. Выглядит это в принципе все здесь достойно. На самом деле, думаю, каждый из вас бы, если бы была возможность купить крузачка себе, с удовольствием бы согласились бы, взяли бы эту машину. Единицы, наверное, скажут, блин, не то. Но это, как правило, те люди, которым по душе больше немцы, больше им хочется изящности. Здесь же отличная рабочая лошадка. И давайте откроем капот и посмотрим, что там. Переходя к подкапотному пространству, нас здесь встречает легендарный двигатель на 235 сил, дизельный, 4,5 объемом. Это на самом деле очень хороший проверенный двигатель. Он выпускается с 2007 года. Значит, что про него можно сказать? Если здесь ездить на машине с адекватностью, регулярно менять массу. Вот производитель говорит, масло надо менять раз в 10 тысяч. Если ты запрыгнешь на любой форум, тебе ребята, которые владеют этим автомобилем, скажут, слушай, если есть возможность, не поскупись и делай замену раз в 5 тысяч. Наш владелец автомобиля проехал, на нем уже примерно 10 тысяч, сейчас пробег составляет 75 тысяч. Что он делал? Меняет масло и, соответственно, параллельно этому также меняется топливный фильтр. Почему? Ну, он хочет продлить автомобиль жизнь, чтобы, знаешь, прям вообще ни за что не переживать. Топливный фильтр стоит порядка 3 тысяч рублей, где-то дороже, где-то дешевле. В общем, обслуживание официального дилера или неофициального дилера здесь будет обходиться примерно 8-15 тысяч рублей. Это я прям по максимуму называю. Но на самом деле здесь, по сути, только меняют масло и больше ничего не делают. За это, конечно, можно поставить огромный плюс. У двигателя стоит турбокомпрессор Гарет. В общем, на что здесь могут пожаловаться люди? На дорестайлинговых версиях многие отмечали то, что есть поджирание масла. В процессе рестайлинга, естественно, эту проблему подлечили. Тем не менее, находятся отзывы, которые говорят о том, что я замечаю, что есть рано-жор. Ну и, соответственно, бывают проблемы с помпой. Это, собственно, единственное, с чем вы здесь можете столкнуться. В остальном же, как я сказал, если ухаживать за автомобилем, правильно его эксплуатируясь, с двигателем проблем не будет вообще. Что касается коробки. Шестиступенчатый автомат. Вот с ним проблемки встречаются. Но на самом деле, вы даже можете сами сделать. Смотрите, следующий. Заходите в интернет, приезжаете. Автоматическая коробка Land Cruiser 200. И вот они начинаются вылетать в форумы различные, обращения у людей. Что есть те, у кого, например, она начинает тупить и с пятой на шестую не переключает. Есть те, кто говорят, есть пинки с первой на вторую, со второй на первую. Там люди начинают давать советы. Могу, проверьте уровень масла, сделайте диагностику. В любом случае, это надо, опять же, смотреть, кто на чем до этого ездил. Потому что очень часто встречается такое, что человек ездил, например, на роботе или на вариаторе, сел на автомат. И вот ему характерные переключения с первой на вторую и со второй на первую воспринимаются как рывки, пинки и неисправность коробки. Двигатель установлен чугунный. Он тяжелый, 340 килограмм. Сам автомобиль весит примерно 2600 килограмм. Если его максимально загрузить, здесь вес будет 3400 килограмм. То есть это действительно здоровая, мощная машина. Расход у владельца по городу примерно 15 литров. Есть люди, которые говорят 16-18. Опять же, у всех все разные ситуации, разные возможности по эксплуатации. Кто-то постоянно стоит в пробках. Здесь я утверждать не буду. Но факт в том, что 12-18 вот в этом диапазоне стоит рассчитывать на соляру. Бак здесь 93 литра, соответственно, заправился и на машине передвигаешься. Он не технологичный, это не современный мотор, но тем не менее он не делает мозги. И, соответственно, люди катаются и не переживают, что он их куда-то не довезет. Еще огромный плюс этого мотора, что он, естественно, проходит под наши стандарты. Меньше 250 лошадиных сил здесь. Ты не платишь бешеные налоги. Тем не менее, он идеально подходит для чиповки. Здесь изначально, вот сейчас ее 615 крутящего момента. Ты вдумайся, 615 крутящего момента. Тем не менее, его можно чипануть. Здесь будет порядка 280 сил и 750 крутящего момента. И при всем при этом, даже производители отмечают, что, сделав чип-тюнинг, ресурс автомобиля, именно двигателя, не пропадает. А здесь он порядка 400 тысяч плюс. Многие накатывают гораздо больше. Опять же, найти честный автомобиль с большим пробегом в России, это нереально. Ведь вы все прекрасно знаете, у нас люди, продавая автомобильчик, с удовольствием пробег скручивают. И вот касаемо за подбор автомобиля. Ну, смотрите, многие из вас обращаются, пишут порой. Слушай, давай поможешь мне найти автомобиль, съездим что-нибудь вместе, посмотрим. По факту я вам отвечаю следующее. Парни, я сам себя там профессионалом, автоподборщиком вообще не считаю. Поэтому приехать с вами, знаешь, так вот открыть капот, посмотреть, сказать, ну да, все нормально, там по колесу ударить, надо брать. Это не совсем правильно. Вот этот автомобиль, на самом деле, мне предоставил один из зрителей нашего канала. И он, по счастливой случайности, занимается именно как раз таки автоподборами. И вот в чем интересный факт в этой ситуации. Когда он отправился покупать себе автомобиль, как и все, открываем сайты и видим то, что цена на 12-й год начинается 2 миллиона 200 тысяч. И вот тут начинается самое интересное. Естественно, приезжают смотреть 2 миллиона 200 тысяч, что с машиной? Битая, крашенная по кругу. В общем, машины просто насилуют, скручивают пробеги по 150 раз. По факту, да, ты купишь машину, 2 200 отдашь, ты заведешь, она поедет. Она также будет ездить, передвигаться. Но по факту, ты получаешь, знаешь, такую ушатанную тележку. Ну, неприятно, да, осознавать то, что ты купил машину, 100 тысяч пробег, а на самом деле у нее 300 тысяч пробег. Я думаю, многие из вас знают, что вообще с Тойотами это стандартная проблема. Машин очень много, выбор огромный. Но вот приезжаешь и начинаешь разочаровываться каждый раз. Поэтому, если вы хотите купить автомобиль, не обязательно Тойоту, вообще любой. Вот вы хотите купить именно вторичку, на самом деле не экономите вот эти вот 10-20 тысяч рублей, сколько бы ни взяли с вас за подбор. В любом случае нужно обращаться к специалистам. Приезжая с ними, они вам хоть помогут сделать комплексную диагностику, по всем пунктам пройти, посмотреть, дать какую-то гарантию, провести вам сделку официально. И вы потом не влетите, не будет, как вот я, сидеть на стуле, рассказывать друзьям, что у вас что-то не получилось, то, что вы купили машину, а она неисправная. Касаемо цен, вы за подбор вообще можете заплатить 0 рублей, 0 копеек. В общем, услуги у них есть разные. То есть, вплоть до того, что могут с тобой приехать разово в машину посмотреть, комплексно тебе все сделать. В общем, здесь я вам размазывать кашу по тарелке не буду. Подбор bb.ru. Ссылочку оставляю вам в описании. Звоните, пишите, говорите то, что вы отмашков, чтобы они понимали, что парни. Ну, на самом деле, если люди работают, зарабатывают, стараются, но их услугами надо пользоваться. Опять же, никто вас здесь обманывать не собирается. Это адекватные, нормальные ребята. Поэтому их могу смело рекомендовать. Естественно, нужно обращать внимание на лонжероны, сварные швы. В общем, все, что может показать вам, что автомобиль был склеенный, собранный, помеченный. В общем, вы сами прекрасно понимаете. Можно попасть в ДТП, потом его из вот кусочков собрать, хорошенечко покрасить, перевести и сказать вам, вот идеальный автомобиль. Кузов. Значит, рамный у нас, ну, сами понимаете, все прекрасно. На этом даже останавливаться не будем. Факт в том, что если колесо вывернуть, там будет прямо написан номер рамы. Вот его обязательно нужно смотреть и смотреть, чтобы он был в исправном состоянии. Потому что некоторые их могут перебивать, переделывать. Нарветесь с машиной, поставят вам ее на штрафстоянку как угнанную и до свидания. Деньги подали и будет неприятно. Но все равно я же должен докопаться до Тойоты. Что бывает такое, на что жалуются люди? Давайте так вот кратенько итог подведем. Помпа, рулевая рейка, втулки стабилизаторов. Ну, в общем, по мелочам в основном. Опять же, все зависит больше от тебя. Понятное дело, подвеска, кузов хороший, рама, все отлично. Но, тем не менее, если ездить, убивать машину, на замену будешь попадать. Волнительный момент, я думаю, для владельцев Тойота. Интересно, на самом деле будет совпадать звук или нет. Но, на самом деле, нет. Здесь закрывается все гораздо тише. Что же еще мы получаем, покупая такой мощный здоровый внедорожник? Ну, смотрите, в первую очередь колеса. Здесь у нас тут 18-е диски. Резина очень широкая, 285-е на 60-е. Некоторые ставят сюда 20-е колеса. Ну, зачем это нужно? Я вообще по понятию, ну, уму не... Как это правильно сказать? Уму недостижимо. Некоторые люди ставят сюда 20-е колеса. Зачем это нужно, непонятно. Но, тем не менее, выглядит, конечно, симпатично. Тормозная система. Вот здесь оценка смело. 3 балла. А то можно даже 2 балла поставить. Потому что с тормозами шутки плохи. А вот здесь это повальное нарекание. Все на них жалуются. Очень, как бы, хреново тормозит автомобиль. Если еще в условиях города, когда ты едешь 60-80, не спеша, никому не жмешься, машина будет останавливаться. Но вот выйти на ней на трассу, разогнаться там 130-160-180, пару раз. Экстренно тормозится. Все, тормоза здесь кончатся моментально. Как решается этот вопрос? Ну, естественно, полностью менять тормозную систему по кругу. Цена вопроса порядка 200-250 тысяч рублей. В нашем случае владелец заказал себе за 170 тысяч. То есть, цены вот такие. Опять же, каска. Вот как вы думаете, автомобиль 2012 года, вот сколько тебе будет стоить застраховать? Просто вот угон тотал. 170 тысяч рублей обошлась ему эта услуга. Представляете, год. 170 тысяч рублей за каска. И страховать ее нужно обязательно, потому что Toyota как раз-таки занимает списки в лидерах по угоняемости. Если начать смотреть состояние лакокрасочного покрытия. Честно говоря, вот у японцев это проблема, но здесь автомобиль реально в идеальном состоянии. Первый владелец на нем откатал 65 тысяч за 5 лет. Ну, что это такое? Автомобиль хранился в гараже. Сами понимаете, машина дорогая. Я так понимаю, что у первого владельца деньги были. Второй владелец тоже хранит автомобиль в гараже. Я думаю, вот вы сейчас смотрите, когда вам показываем состояние салона, будем показывать. Вы поймете, что машина действительно не убита. Она прям свеженькая. Естественно, у нас идет рама. Передняя подвеска независимая, многорычажная. Задняя зависимая на продольных рычагах. Что можно сказать? Если, конечно, сравнить автомобиль с первой версией, вот первым поколением, то здесь рама, конечно, стала помягче в плане того, что она сделана именно больше для комфортного передвижения. Она ударосдерживающая, ударопоглощающая. В общем, передвигаться на этом автомобиле будет комфортнее. Тем не менее, есть люди, которые отмечают, что если выехать на проселочную дорогу, когда, знаешь, снег выпал, тут ребристость идет. Все равно машинка такая, не совсем мягкая. То есть, ты едешь, ну, дискомфорт присутствует. Опять же, здесь уже на вкус и цвет. Некоторые говорят то, что это идеальный автомобиль. Сел, как на диванчике, расслабился, поехал. Другие же говорят, что вот в этих местах присутствуют какие-то нарекания. Клиренс у автомобиля 235 миллиметров. Стоят пороги. В принципе, выехать на бездорожье, ну, я думаю, не будем даже про это ничего говорить. Вы сами прекрасно знаете, очень много тестов про этот автомобиль. Я уверен, что каждый из вас хоть раз про него что-то досмотрел, дочитал. Вот покажи просто салончик. Вот он на самом деле, ты глянь, какая кожа. Вот сзади видно то, что здесь вообще никто никогда не сидел. Все чистое. И владельцы замечают, что химчистку в салон он даже не делал. То есть, вот он купил автомобиль, вот в каком он был состоянии, он только там, не знаю, помыл, сделал техническое обслуживание. Опять же, про техническое обслуживание интересный факт. Пока они оформляли сделку, продавец наставил сделать все официально у дилера. Дилер предложил человеку провести легкое ТО, поменять масло, фильтра, все сделали, денег заплатил, приехал, потом выяснилось то, что ничего мы не сделали. Вот представляете, официальные дилеры, как обманывают людей. Присаживаясь назад, ну это красота. Вот вы говорите, ты не любишь Тойоту, тебе платит Мазда, ну сегодня мне заплатила Тойота, по ходу дела. Потому что машина, я очень доволен, и на самом деле с удовольствием бы сам бы пересел на крузачок, даже бы ушный, прям вообще без проблем бы. Пахнет в машине приятно, видно то, что владелец за машиной следит. И на самом деле, вот после таких людей, эти машины нужно прям с руками вырывать. Вот к слову, да, он начал с 2 миллионов в 200 тысяч, вот этот автомобиль он забрал за 2 миллиона в 800 тысяч рублей. Я считаю, что для этого автомобиля, для такого состояния, это реально идеальная цена. Диван задний удобный, подогревы есть, климатическая система, в общем, все, что нужно здесь есть. Музыка установлена, все большое, просторное. В общем, на этом автомобиле можно передвигаться с комфортом, как по городу, так и отправиться куда-то в путешествие. Я думаю, многие, кто покупает автомобиль поначалу, вот их есть такое, что, знаешь, подбивает куда-то поехать, отправиться, попутешествовать, покататься. Есть третий ряд сидений, но он здесь никому не нужен, потому что человек ездит в основном за рулем. Переходя к задней части, нас встречают диодные фонари. В общем, здесь все как обычно, вы все это видели. Один патрубок для выхлопной системы. В общем, автомобиль 2012 года, но на самом деле выглядит актуально и по сей день. Большой багажник, наложить всего. Если вот сложить сиденье, тут объем получится порядка полторы тысячи литров. Это действительно очень много. Вот такие моменты, да, наверное, многие это отмечают, что если что-то положить туда, будет неудобно дотянуться. В тот же самый момент, если сделать это вот так, ну, когда грязно, то есть не совсем удобно залазить, что-то выбирать из автомобиля. То есть это на самом деле проблемка. Но проблемка такая, знаешь, приятная, потому что у тебя очень большой автомобиль. Запасное колесо, оно находится снизу. И вот это тоже, знаешь, не совсем правильно, я считаю. Потому что если ты будешь, не дай бог, менять его, грязная погода, пока ты откруешься, пока она опустится, подлезет и весь заморачиваешься по полной программе. Было бы, конечно, удобнее, чтобы это было в багажнике. Но как сделали, инженерам виднее, а не какому-то там блондину. Автомобиль на самом деле привлекательный, симпатичный. Я думаю, многие из вас им интересовались, 100%. Вот каждый из вас заходил хоть раз на сайт Toyota, бегал по ценам, смотрел, потом вот так вот руки в карман, раз, и идет дальше за хлебушком. Магия монтажа, и мы уже сидим в автомобиле. Вот есть владельцы или вообще люди, которые отмечают, что вот, отделочные материалы в автомобиле так себе. Но на самом деле, присаживаясь сюда, нормально здесь отделочные материалы. Что-то там пластик кому-то не такой, крутилочки не такие. По факту, если так вот посмотреть, ты садишься в машину, впечатляюще. Запуск двигателя происходит нажатием кнопки. Если так вот, знаешь, сидеть детально, всматриваться в автомобиль. Ну да, можно вот к чему-то придраться, ну, например, к этим кнопочкам, да, вот, подогрев там, вентиляция руля. Ну, выглядит прям вообще на самом деле как-то колхозно, такое все маленькое. Ну, как вы знаете, к любому автомобилю можно придраться. Здесь я этого делать не буду по одной простой причине. Выводы делает пусть каждый сам. Руль имеет подогрев. Все вы прекрасно знаете, что вот эта часть здесь не греется. Навигация есть уже, естественно, старая, ее нужно давным-давно обновить, поменять. Я думаю, ну, в новых это уже все сделали. А так, в целом, мощно, все достойно, ты сел. Самое главное здесь, знаешь, какое-то чувство есть. Вот именно чувство такой вот надежности, уверенности, что у тебя большая машина. Ты можешь на ней с удовольствием отправиться куда-то в путешествие. Выпал снег, там какая-то аномальная зима наступила. Для тебя это кайфы. Рассказывать вам про систему полного привода, про то, что он может сделать на бездорожье, я не буду. Полно тестов. Много людей, владельцев снимают, выезжают. Есть целые клубы, крузаков, где вы можете посидеть, посмотреть. Там прямо вот все интересно будет рассказано, показано. Значит, а владелец пересел сюда с ауди. Как вы видите, у него даже ящерицы еще с этой логотипом идут. Естественно, что он отметил. Ему не понравилась только вот эргономика. То, что после немцев садишься, ну, чуть-чуть все как-то аскетично, попроще сделано. С другой же стороны, сев автомобиль, он говорит, ну, нравится. Хочется куда-то проехаться, прокатиться. Значит, смотрите, состояние кресел передних. Реально идеальное. Кожа здесь хорошая, ничего не потрескало. 75 тысяч пробег у автомобиля. Многие владельцы отмечают, что кресло на самом деле неудобное. То есть под себя настроить не каждый может. Понять это вот в первый день, прокатившись, невозможно. Это нужно вот тысячу, две тысячи проехать на машине, прямо вот какой-нибудь на дальняк. И будет понятно. Вопрос решается следующим образом. Ставят крест от BMW X5 F15. Цена вопроса 100 тысяч рублей. Будут вентиляции, подогревы, все работает, настраивают массажи, там все есть. Вот. И смотрится, в принципе, достойно и интересно. Все делают абсолютно чипы. 235 сил это однозначно чиповать. В общем, про автомобиль. Я думаю, мы достаточно рассказали. Давайте пойдем прокатимся и посмотрим, какие он подарит впечатления от тест-драйва. Отправляясь в тест-драйв, отмечу, что здесь есть небольшая проблемка с подогревом сидений. А именно нити сворачиваются, бывают, получаются такие некие бугры. Это, конечно же, гарантийный случай, если вы купили новый автомобиль. Тем не менее, все это ремонтопригодно. Посмотрите. Сижу в автомобиле, знаком с ним не первый день. У меня у соседа есть такой же новый. Хотели его снять, но подумали, а смысл снимать новый крузак за 5,5 миллионов. Вот покажи, пожалуйста, Мазду. Вот многие говорят, ты, говорят, Мазда дрочер. Если бы я пересел на крузак и катаюсь бы по городу, встречал бы Мазду, я бы к ним, знаешь, подъезжал бы, там, вот так вот его сигналил бы, говорил, ну ты что, на пузотерки на своей здесь стал? Шучу, конечно, но факт в том, что вот я сижу в автомобиле, да, внедорожный, крамный, мощный, дизельный, 615 крутящего момента. Я, прямо вот, представьте, какая-то дура. Резина у нас стоит не шипованная, зимняя. Владельцу нравится на ней больше. Я же, как-то, знаете, катаюсь на все сезоночках таких, там, либо не шипованных, ну не знаю, мне почему-то дискомфортнее на них. Вот покажи, как. Вот. Вот я сюда ехал, знаешь, потихонечку, у меня колесики крутились, крутились. А на этой машине, это, значит, как будто это ее стихия. Вот особенно в городе, когда выпал снег, это вообще кайф. Я думаю, когда вот зима наступает, все владельцы получают от этого огромное удовольствие. Машина на самом деле внушает уважение. Многие люди, как бы, видя крузачок, все равно лишний раз не лезут, не под нее, не подсовываются. Но тормоза, знаешь, какие? Вот я сейчас тормозил, тормозил, пока вот я не нажал прям до конца, она не остановилась. Ты вот покажи просто. Вот я сижу, смотрю на нее, словно, знаешь, с горы. На самом деле, такие прикольные ощущения, когда садишься на высокий автомобиль, получаешь удовольствие. 20 километров, газку в пол, ни хера себе. Ну, на самом деле, прикольное ощущение, подрывчик присутствует. Камеры по городу висят, поэтому гонять мы не будем. Я никому не советую, всем рекомендую соблюдать правила дорожного движения. Ну вот, подрыв реально ощутимый. Вот у нас есть еще одна такая возможность на светофоре. Тормозам здесь, на самом деле, конец уже. Вот владельца, я вам сказал, в начале ролика заказал себе тормозную систему, потому что мы сейчас тормаживаемся, даже происходят такие легкие биения. Работу дизеля, в принципе, не слышно вообще. То есть, вот заводишь автомобиль, стоя его из него, да, он тарахтит, но косишь в салоне. Сейчас тихо, вот печечка работает. Если еще музыку включить, так и вовсе будет классно. Смотрите, с ноля в пол. Задумывается автомобиль, но потом начинает ехать. Значит, он себе делал чип-тюнинг. И поначалу он хорошо работал, сейчас какая-то произошла проблемка, ему нужно еще раз съездить к ребятам и его восстановить. Потому что сейчас этого подрыва нет. Ну, в общем, решаемый вопрос. Вот сидя в автомобиле, на самом деле, реально круто. То, что все большое, так удобно сидеть. Сидишь высоко, ну, пространства много. Нет этих маленьких кнопочек. Хотя, знаешь, вот здесь все здорово. А вот здесь, снизу, вот эти вот накрутилки. Ну, это вообще, на самом деле, как-то странно, что так вообще сделали. Крены присутствуют. Это, само собой, разумеется, автомобиль здоровый. Это вам не какой-нибудь там гоночный болезнь, чтобы какие-то претензии к нему делать. Вот, например, у седьмая поехала. Они, естественно, кренов не будет. Машинка будет пошустрее. Ну, а здесь же настоящий японец. Автомобили производятся только в Японии. Слава богу, что у нас в Питере их не стали еще собирать. Передвигаться на этом автомобиле поначалу с непривычки садишься по седану. Но, на самом деле, чувствуешь все вот эти вот, когда в тормоз жмешь, прям машина раз, опускается. Когда даешь газку, она подрывается наверх. Естественно, привыкаешь. Это, блин, дело. Одной недели покатался, и тебе уже будет понятно автомобиль. Вот, понятен, точнее, интуитивный автомобиль. Все будешь про него знать, чувствовать его. Опять же, заехать куда-то во двор. Еще кто-то, некоторые говорят, блин, вот здоровый сарай для города некомфортен. Да все комфортно, сами посмотрите по Москве, вообще по любым городам, по крупным, где у людей дохрена денег. Все катаются на больших машинах, и никто не жалуется. Приборная панель интуитивно понятна. Навигация, в принципе, есть. Не знаю, человек по ней не ездит. Тут много раз встречается ситуация, когда люди покупают автомобили. Есть штатная, хорошая навигация, но ближе всем уже, знаешь, стали смартфоны. То есть, повесил его, включил, куда тебе надо, и поехал. Обзорность у автомобиля на 5 баллов. Касаемо подвески. Ну, вот смотрите, мы катаемся по городу, да. Ну, что здесь можно говорить за подвеску, а дороги все ровные и идеальные. Естественно, если выйти куда-то на бездорожье, машина тебе подарит положительные эмоции. Ну, мало кто из владельца вообще хоть раз полностью, прям, знаешь, по полной программе свой автомобиль проверял на бездорожье. Машина не дешевая, поэтому куда-то лезть на ней в говно не каждый согласен. А так проехаться по снежку на ней, ну, это не то. Как говорится, там и девяточка может прискочить. Вот левее, правее, он все равно прям быстро начинает раскачиваться. Но тот же момент, понимаешь, ну, тяга у него очень хорошая. Вот мы едем, смотри, просто чуть-чуть левее, правее, он реально прям как лодка начинает раскачиваться, знаешь, ощущение такое эффектное. Это в тот же момент, если вы такого владельца увидите на дороге, ну, знаете, такое бывает. Едешь по городу, раз, вот он, грузачок, скачет, то это, как правило, первое. Либо охранник, которому шеф дал машину и сказал, ну-ка, съезди, помой ее. И вот он начинает, знаешь, на ней, скажем так, дерзить на дороге. Либо же это сын, папа дал ключи тоже, и вот он открыл окошко, начинает себя неприемливо вести. Как правило, люди, которые действительно владеются этих автомобилей, катаются на них с уважением к другим участникам дороги. Но, опять же, у всех у нас бывает игривое настроение, когда хочется выйти и прокатиться на автомобиле. Не так, как это требует правила дорожного движения, а так, как у тебя душа лежит сегодня, и ты так вот и катаешься. В автомобиле идет гидроусилитель руля. Некоторые жалуются на лобовые стекла, говорят, что слишком мягкий, мол, камушек отлетел, пошли сразу сколы. Но, опять же, это не только для Toyota такая проблема, это у всех есть. В общем, вот, такой автомобиль. Кататься на нем по городу на самом деле кайфово. Опять же, если вы хотите погоняться, вот вам нужно, в крови у вас лежит, то, скорее всего, вам лучше посмотреть на немцев. А если вы никуда не торопитесь, и хотите, вот, купил автомобиль, ездишь, вот только масло на нем меняешь, следишь за этим. Не забывайте про шприцевание, мы про это не сказали, но я думаю, все владельцы знают, что это будет не лишним делать на автомобиле. А так вот заезжать такой, знаешь, кашица, ну, реально, такой кайф. Вот сейчас едешь, подвеска где-то там внизу работает, куда-то уехать в поле, еще куда-то. Ну, в общем, парни, вы сами прекрасно понимаете, это реально зверь, мощный, сильный, надежный японский зверь. Ну что, друзья, пришло время делать выводы. А выводы здесь, я думаю, каждый сделает из вас сам. Автомобиль 2012 года с ценой 2 миллиона 800 тысяч рублей каждый день радует своего владельца. И вот этот шестилетний монстр внушает доверие, что и завтра он спокойно заведется и доведет его куда надо. Он проедет и 100, и 200 тысяч километров, и с ним не будет никаких проблем. Проблема здесь только одна, это в цене. Подтянуть автомобиль за 3 миллиона рублей сможет не каждый. 2 800 плюс, заменить тормоза 200 тысяч условно. Каску сделать еще 200 тысяч, уже набегает 3,5 миллиона. В общем, сумма тяжеленькая, но кто может поднять, покупают автомобиль и наслаждаются. Есть те люди, которым они не нравятся, говорят фу-фу-фу, не то. Пожалуйста, берите себе Lexus, берите себе BMW, Audi, Mercedes. В общем, на любой вкус и цвет сегодня рынок дает такую возможность. Главное, были бы деньги. И вот как бы не хвалить этот автомобиль, я вам хочу зачитать отзыв одного из владельцев, который написал следующее. Всем привет! Малость расскажу о своих трудностях. С этой машиной при пробеге 14 тысяч заменил ступичный подшипник. При пробеге 90 тысяч термостат. На пробеге 124 тысяч я заменил автоматическую коробку передач, что обошлось мне в 377 тысяч рублей. Плюс конвектор за 98 тысяч рублей. Это вышло на полмиллиона рублей с установкой. 160 тысяч лампу ближнего света. Сейчас пробег автомобиля 202 тысячи километров. Жду сюрпризов. Да, и такое тоже бывает. Но в большинстве своем, запрыгнув в интернет, вы будете считать лишь одно. Все идеально, езжу, у этой машины поломок не бывает. Друзья, вот таким у нас получился сегодня обзор. Пишите ваши комментарии по этому автомобилю. Купили бы вы его, не купили бы, что бы выбрали в альтернативу. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала. Там всегда выходят все свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.